Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех тех, кто сегодня присутствует на нашей онлайн-передаче в органах местного самоуправления ТА-3 секторе, а также всех тех, которые нас смотрят сейчас в прямом эфире на сайтах Харьковского областного совета, Ассоциации органов местного самоуправления, Громадском просторе и в Ютубе. Сегодня наша тема посвящена подписанию договора между Харьковским областным советом и фондом ИСА Украина, договора о дружбе, сотрудничестве и совместной деятельности в рамках развития органов местного самоуправления и городов штата Миннесота. Сегодня на нашей встрече присутствует председатель Харьковского областного совета, президент Ассоциации областных и районных советов Сергей Иванович Чернов, председатель Харьковского областного совета Виктор Григорьевич Пелых, президент фонда ИСА Украина, Миннесота Украина Ричард Фурсман, исполнительный директор фонда ИСА Украина Светлана Саламатова, а также Ирина Фурсман, второй руководитель президента этого фонда Соединенных Штатов Америки, а также руководители общественных организаций и органов местного самоуправления Украины, представленные практически многими областями. Итак, приступим, дорогие друзья, к нашей сегодняшней первому вопросу повестки дня. Я вам хочу сообщить о том, что был подготовлен меморандум на подписание между Харьковской областью и штатом Миннесота, Соединенных Штатов Америки, и сегодня этот договор будут подписывать президент Ассоциации Сергей Иванович Чернов и Ричард Фурсман по его поручению Светлана Саламатова фонда ИСА Украина. Поэтому я надаю слово президенту Ассоциации областных и районных рад Сергею Ивановичу Чернову. Пожалуйста, Сергей Иванович. Добрый день всем коллегам, всех рад видеть и слышать. И хочу сказать о том, что сегодняшний шаг, который мы сегодня будем в открытом пространстве демонстрировать, и подпишем договор вместе со Светланой, с общественной организацией, еще раз подчеркивает о том, что наши задачи, которые сегодня стоят по развитию гражданского общества, по решению вопросов региональной политики, реформирование местного самоуправления, мы можем решать только объединив свои усилия. Мы можем принимать решение только тогда, когда мы вовлечем все людей в подготовку к проекту решений, которые принимает власть. Когда мы вовлечем людей в принятии решений. Самое главное, когда общественные организации, активисты и инициативные люди, которые в этой жизни и в нашей стране что-то сделать и изменить, будут принимать решения в реализации этих решений. Тогда мы можем говорить о том, что мы состоялись. Тогда мы действительно можем говорить не только мечтать, а говорить о том, что мы с вами идем по пути строительства современного развитого гражданского общества. И я благодарен своим коллегам в том, что сегодня у нас такой подготовлен меморандум. Меморандум между представителями власти и представителями общественной организации. И сегодня этот меморандум является, как сказал Евгений, продолжением договора, который мы заключили совсем недавно с Ассоциацией органов местного самоправления города Вашингтон. У нас огромное количество совместных задач, совместных планов. И сегодняшний шаг – это реализация от тех намеченных целей, к которым мы сегодня идем. Поэтому попросить сегодня, чтобы сказать пару слов. И я думаю, что мы еще раз сегодня продемонстрируем не только соединение власти. И продемонстрируем возможность сегодняшней современной техники, технологий. И нет сегодня необходимости абсолютно пересекать тысячи, может быть, десятки тысяч километров, тратить время, а иногда бюджетные средства. А это возможно сделать в открытом пространстве, в открытом абсолютно для всех. И закрепить соглашение, подписями. И таким образом дать старт новым программам. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Хочу дать слово президенту фонда ИСА Миннесота Украина, Ричарду Фурцману. Пожалуйста, Вам слово. Пожалуйста. Ричард и Сергей, дайте мне, пожалуйста, две минуты перевести вкратце то, что только что Сергей Иванович сказал в прямом эфире, для того, чтобы было немножко понятно нашим американским друзьям и коллегам, так как я хочу Вас тоже предупредить о том, что очень многое количество администраторов, мэров на сегодняшний день смотрят эту передачу в Миннесоте и учатся от Вас тому, как Вы уже, применяя новые технологии, общаетесь со своими гражданами и друг с другом. Поэтому поздравляю Вас с тем, что Вы являетесь для нас большим примером в этой области использования технологии. Ричард и все наши американцы, приветствую, и спасибо, что нас присоединили сегодня на лайн и слушали эту conversу между локальным государственным официальным в Украине и ИСАУкраине, нон-профит организации в Украине, а с тем, что Ричард Ферстман, который является представителем из Миннесота, локальный государственных официалов и нон-профит организаций. Сегодня мы будем снять им меморандум между Харьков регион и Миннесота, и нон-профит организации ИСАУкраине, for partnership and continuous improvement of our lives and sharing our experiences and learning from each other. In the online meeting this morning, Светлана on behalf of our team and Sergey Ivanovich Tkarnov will be signing this agreement. Sergey Ivanovich has mentioned that today we don't have to travel a long ways, that we can continue to learn from each other and continue to share our experiences and engage our public and non-profit organizations in solving our most critical issues in our societies through using such technologies in open space, transparently, and involving everyone in this conversation and participation. So he welcomes everybody and would like now to have Richard Furstman to join him in this venture. Would you like me to say something, Ira? Yes, please. Okay. Добрый день. Thank you for having us. I'm very excited on behalf of the delegation from Minnesota and honored to be part of such a progressive community such as yours. And we're looking very much forward to working with you in 2014 and beyond. Our entire team in Ukraine and we're looking forward to working with you in the partnership with you and your community and your colleagues and your colleagues in the Harkov region. For us, it's a great honor and honor. We're looking forward to this invitation and we're looking forward to working with you not only in 2014, but also in many years. Our entire team in Ukraine and in Minnesota is looking forward to getting to know you personally and professionally and finding out more about how you run your organization and the things we can learn from you and perhaps some of the things that we're able to do here, you'll be able to pick up as well and find ways to improve just as we'll find ways to improve how we do our professional services. And I think that in such a process of exchange we also learn from you what we would like to share with you. So, I invite you to do this together. Thank you very much. Thank you, Richard. И я хочу дать слово исполнительному директору ИСА Украина в Киеве, Светлане Саламатова, которая в ближайшие последние три месяца готовила все документы для подписания сегодня с Сергеем Ивановичем. Документ меморандума о дальнейших нашей работах, которая лично приезжала и присутствовала на заседании Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области в город Лозовую и рассказывала об этом проекте. Светлана, вам слово. Я хочу сказать очень коротко, что для меня это великая честь сегодня в действительности представлять Украину, быть посредником между мостом между Харьковской областью и Миннесотой. Вы знаете, это редко в жизни человеку выпадает такая честь. И знаете как, я чувствую то, что, не то, что ответственность такую огромную на мне, я не могу сказать, я очень маленький человек при моем высоком росте. Но, понимаете, ведь то сердце, которое я могу отдать в Харьковскую область и в Миннесоту, ну, это максимум, что я могу сделать. И, действительно, я отдаю это своей любовью, свое отношение, свое понимание того, что мы сегодня первые. Мы делаем большой какой-то задел для всех в Украине и для органов местного самоуправления, и для представителей гражданского общества. Мы показываем тот пример, что только вместе мы можем достичь чего-то большего, больше того, что мы имеем. Потому что, если мы остановимся в развитии на этой точке, на которой мы сегодня находимся, я думаю, что это будет неинтересно ни для Украины, ни для мира. И еще хочу сказать о том, что все-таки мне приятно, что сегодня моя функция, она соотносится с функцией Украины на глобальном просторе. Потому что, если мы посмотрим на глобальную карту мира, Украина – это сердце мира. И я надеюсь, что эту миссию мы с достоинством будем представлять здесь в Украине для Харьковщины и для Миннесоты. Спасибо вам большое за то доверие, которое Харьковщина оказывает нам сегодня, гражданской организации. Мы очень маленькие, но у нас большое сердце. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана. Итак, дорогие друзья, мы приступаем к подписанию договора между Харьковской областью и штатами Миннесота про сотрудничество органов местного самоуправления и розвитку с американской стороны от штата Миннесота. Договор подписывает в прямом эфире исполнительный директор ИСА Украина Миннесота Светлана Саламатова. Светлана, мы вас видим, как вы подписываете этот договор. С Харьковской области подписывает президент Ассоциации областных и районных рад, глава Харьковского областного совета Сергей Иванович Чернов. Мы тоже видим в прямом эфире, как Сергей Иванович подписывает данный документ и вот подписал уже. Светлана, ваш документ тоже покажите. Я благодарен нашему руководителю и руководителям ИСА Украина Миннесота о том, что за 10 тысяч километров подписываются такие договора между двумя штатами и областью, за то, что есть такая возможность, за то, что эта возможность появилась в Украине и первая она появилась в органах местного самоуправления, в Ассоциации областных и районных рад. Мы показали сегодня на весь мир то, на что мы способны и впереди нас ждет интересная работа по воплощению данного договора в жизнь. Сергей Иванович, вам слово. Спасибо огромное. Я поздравляю не только себя, не только Светлану, а, конечно же, поздравляю всех коллег и руководителей органов местного самоуправления, и руководителей гражданского общества, общественных организаций. Мы долго шли к этому, но, наверное, все мы этого ждали и мечтали об этом, и это является как раз кульминацией наших всех желаний, о которых мы последние несколько месяцев общались в этом эфире. Я хотел бы сказать о том, что действительно теперь мы конкретизируем вот этот меморандум. Я думаю, что мы со Светланой в рабочем порядке выпишем все мероприятия, которые необходимо будет реализовать на выполнении этого меморандума. И самое главное, у нас есть желание общаться, есть желание обмениваться опытом, есть желание ездить друг к другу, есть желание учиться друг у друга, и я сегодня это услышал, я сегодня это увидел, и я сегодня в этом убедился. И поставив со своей стороны эту подпись, я это подтвердил от имени своих коллег в Харьковской области. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. И мы хотим теперь услышать нашу вторую сторону нашего меморандума, штат Миннесота. Ирина Фурцман, пожалуйста, вам слово. One minute, please, for translation, if I may. Сергей Чернов congratulates not only us as team of ICA Ukraine, Minnesota, and Харьков област. He also congratulates all of the local government officials here in Ukraine, as well as nonprofit organizations, for all the continuous efforts and work that they have put forward to ensure that things like what we are witnessing today may happen. Congratulations to everybody. And we are hoping on our end on long and fruitful and strong relationship going forward. And we will begin our work by putting down some details on how to realize this memorandum and how to get on the right course with this partnership. And now it's time for a couple of words from Minnesota team to share your feelings and thoughts towards this future relationship. And скажите, пожалуйста, Ричарду, вы слово передали или мне не прослушала? Вы для нас обои одинаковые. Я занята переводом. Сначала я бы хотела от себя добавить, так как у меня на сегодняшний день напряженная работа идет с переводом, поэтому не удается вставить свои эмоции в эту беседу. Если честно, очень эмоционально воспринимается такое мероприятие. Спасибо вам большое, дорогие наши служители народу. Мы за вас очень им гордимся, мы в вас верим и надеемся на то, что когда мы увидимся с вами лицо в лицо, очень интересно и очень хорошо общаться по интернету, но тем не менее в реальной жизни, на родной стране, на нашей и на вашей, обе они для меня теперь уже родные, было бы очень приятно с вами отметить такое событие. И действительно смотреть на жизнь с точки зрения развития и с точки зрения быть лидером. Украина является сердцем, Светлана таким образом сказала, сердцем мира или Европы. Но я думаю, что для меня это всегда была родной и всегда останется родной, и очень хочется видеть ее процветающей. Поэтому я надеюсь на то, что мы сможем эту задачу совместно выполнить. Ричард, I shared a few thoughts from my perspective, how emotional it is for me being Ukrainian and being here and loving both countries and look forward to meeting in person and really figuring out the ways how we can make Ukraine prosperous together. It's a lot of work. We've just signed up for an earthquake of sorts. Ричард заметил, такая заметка, это большая работа, чтобы мы все были готовы к этому. Мы только что подписались на землетрясение. Но, с другой стороны, у нас у всех есть страсть к той работе, на которую мы себя посвятили. И, таким образом, она может быть и тяжелая, но потому что у нас есть внутреннее движение, энергия изменить вещи в мире, в своей стране, в своем сообществе, то, находясь вместе, находясь и работая командой, а особенно интернациональной командой, тогда все невозможное становится возможным. Пусть это будет трудно, но надежда всегда остается такой, что это осуществимо. Ирина, если можно, одну ремарку Ричарду хочу сказать. Состояние, когда много работы и много планов, намного лучше, когда они отсутствуют. Поэтому мы все правильно делаем. It's better when you have a lot of work and a lot of plans versus no work and no plans. Правда, правда. Спасибо, Ричард. И к нам во время конференции подключился председатель Кироговорадского областного совета Николай Ковальчук, и я хочу передать ему слово, сказать свое мнение об увиденном и об услышанном. Сергей Гоменюк, вам слово. Взагалі-то я не готовий сьогодні до якихось виступів, там до чогось, але факт підписання такого договору має важливого значения для местного самоврядувания. В принципе, я же скажу, я не планував, і в мене немає там якихось слів для того, щоб виразить свої почуття побаченим. Тим не менше, да, робота над контактами, над реалізацією планів має відбуватись. Власне у мене все. Дякую. Дякую. И вот в прямом эфире это доказательство. И я хочу дать слово Перятину, городу Полтавской области. Ирина Таран у нас возглавляет женскую организацию. И благодаря Ирине, которая в свое время меня познакомила с Сергеем Сухобойченко, который в свое время меня познакомил со Светланой Саламатовой, в итоге все это дело свершилось сегодня. Ирина, вам слово. Я сделаю небольшую ремарку. Спасибо, Евгений. Ирина сегодня пригласила к себе в студию кочер Ларису, кручу справа мы в иконком Упорядинской и Минской Рады. Лариса, я так разумею, слово вам. Не заметил я, что это Лариса. Извините, вы похожи с Ириной. Но тем не менее, вам слово. Не слышу. Потребно включить микрофон справа. Да. Не слышно. И с нами також сьогодні присутный Владимир Малимоненко. Так, Владимире? Владимире? Владимир Малимоненко? Треба включить справа червоный микрофон. Так, и это очень часто у нас трапляется с теми, кто впервые пришел до нас на эфир. Я хочу сказать, что сегодня с нами Юрий Антошук из города Херсон. Вы видите его на экране, тоже общественная организация. Юрий, пока Спирятина и Володимир Мальмоненко настроят микрофоны. От третьего сектора скажи. Спасибо, Сергей. Я больше по технической части распространяю информацию, чтобы возможно больше людей увидели и смотрели в прямом эфире то, что сейчас происходит. И хочу сказать, что смотрят нас не только на Ютубе, но и на множестве ресурсов сайтов не только облсоветов, но и сайтах общественных организаций, информационных, разных партнеров. Также нас в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. ВКонтакте это больше русскоязычное население. Если брать Твиттер, Фейсбук это англоязычные. Спасибо, Юрий. И Пирятин Полтава, Лариса, вы с нами? Нет, Лариса еще не с нами. Сергей, у меня есть предложение. Рядом со мной коллега Виктор Пелых из Херсонской области. Мой коллега, председатель областного совета. Давайте дадим ему возможность пару слов сказать. Первый раз тоже присутствует вместе с нами в Харькове. Виктор Григорьевич, вам слово, председатель Херсонского областного совета. Добро пожаловать к нам в родной Харьков и вам слово. Приветствую всех, кто нас видит. Действительно, этот проект очень интересен. И Сергей Иванович, наверное, правильно сегодня сказал, что если мы будем понимать больше и больше друг друга, значит, мы обречены с вами на успех. Сегодня очень много проблем в мире, которые в одиночку решить, наверное, невозможно. И вот такие программы, подписание таких меморандум, на первый взгляд, может быть не самое выдающееся событие. Но это путь вперед, это, наверное, самое главное. И с того момента, когда мы начинаем общаться, мы друг друга все-таки больше и больше можем понимать. И самое главное, что в этом участвуют не регионы, там вот какие-то, какой-то определенной страны, а есть возможность участвовать всей планете. И сегодня вызовы, которые есть даже в самой природе, они требуют каких-то координаций, каких-то общих и понимания тех проблем, которые есть. И самое главное, совместных действий. И вы знаете, я первый раз сегодня участвую в этом проекте. Но я думаю, что Кирсонщина сегодня, кто нас смотрит, мы уже в следующей передаче подключимся и будем тоже участвовать и в подписании меморандума, и будем подсказывать, какие у нас есть проекты интересные на Кирсонщине, и будем участниками этого проекта. И я думаю, мы все вместе только можем жить счастливо на нашей планете. Спасибо. Спасибо, Виктор Григорьевич. Огромно мы рады вас видеть в прямом эфире со студии Харьковского областного совета. И мы приступаем... А я как вас рад видеть. И приступаем ко второму вопросу повестки дня. Еженедельному это о новых конкурсах и грантах, которые объявлены на территории Украины для органов местного самоуправления и третьего сектора. Евгений, секундочку, а можно все-таки еще раз попробовать Пырятин Полтава и Владимир Малимоненко? Хорошо, давайте дадим по 33 минуты. Еще одну секунду. Секунду. Сперующему справами Пырятинского городского совета. Вы нас слышите? Слышу. Ирина Таран, мы вас не слышим. Хорошо. И Владимир Малимоненко, вы можете говорить? Нет. Хорошо, тогда продолжаем. Итак, приступим к второму повестке. Дорогие друзья, вы знаете о том, что каждый понедельник вторым пунктом повестки нашей дня есть о новых конкурсах и грантах, которые объявлены на территории Украины. На прошлой неделе по поручению Сергея Ивановича Чернова я находился в командировке в городе Киеве и на семинаре Европейского союза, который совместно с Державным фондом регионального развития объявил конкурс региональный развития. Прекрасный конкурс для органов местного самоуправления как раз. Так вот, Европейский союз совместно с Державным фондом регионального развития объявил на территории Украины конкурс. С умовами финансования инвестиционных программ регионального развития. Е. Наявность затвержденной в установчивом законодательном порядке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов. Прекрасный конкурс для инвестиционных программ регионального значения, которые реализуются в местах областного значения, не меньше, как 1 млн грн. Для инвестиционных программ, проектов районного значения, а тех, что спрямованы на развязание проблем одними, або декольких территориальных громад, мест районного значения, сил, селищ, не меньше, как 200 тыс. грн. Третья умова финансования – это среднестроковый период финансования. Четвертая – спиффинансование с местных бюджетов и других джерел в таких размерах. Вот этот пункт очень интересный, Сергей Иванович, как и для нашей ассоциации, для конкурса, который Вы каждый второй-третий год уже объявляете в Харьковском областном совете. Так вот, для инвестиционных программ, что реализуются в городе Киеве, не меньше, как 20% загальные суммы коштев. Для инвестиционных программ, что реализуются в месте Севастополе та областных центрах, не меньше, как 10% от проекта. Для инвестиционных программ, что реализуются в местах Республиканского автономной республики Крым, областного та районного значения, а также для объектов, которые наложат к спорной власти территориальных громад, сел, сел и сел, сел и сел и сел и сел, которые находятся в управлении областных районов не меньше 5% от суммы проекта. И реализация инвестиционных программ в селах и селах может действовать без спи-финансирования местных бюджетов. Прекрасный проект, надо участвовать, подается он областными державными администрациями, но разрабатываются эти проекты на районных и городских уровнях органами местного самоуправления и затверждаются решениями сессий органов местного самоуправления. Тут очень большой парелик тех тем, которые могут принимать участие в этом конкурсе, не буду их зачитывать, их больше 100. Одним словом скажу, это региональный развиток и Европейский союз совместно с Державным фондом регионального развитка на ДАЕК-пошты для развитка регионов. Аппликационную форму заполнить можно на сайте Державного фонда регионального развитка. Там же на сайте можно прочитать умовы конкурсу, критерии оценки и выбора инвестиционных проектов и так далее. И все остальные вопросы на этом сайте можно узнать. Это прекрасный конкурс, в котором могут участвовать органы местного самоуправления, начиная от области и заканчивая целыми городами. Я сегодня рассказал об одном конкурсе, думаю, достаточно. Еще у нас много людей, которые сегодня хотят выступить. И я хочу предоставить кирующими славами Пирятинского респолкома, хочу же Ларисе, вы нас слышите? Лариса. Включите микрофон. Да, Лариса. Включите микрофон еще раз и у вас все получится. Да. Евгений, я пока Лариса включается, хочу сказать, что ресурсный центр, который мы в области создали, совместное подписание этого договора, я думаю, состоится на следующей неделе. И подпишу его я, глава областной государственной администрации и два ректора наших Харкевских университетов, университета имени Каразина и университета городского и жилищно-коммунального хозяйства, как раз и будет тем методическим центром, который будет помогать готовить эти проекты, особенно для органов местного самопроволения, база уровня для сельских и поселковых советов, там, где сегодня недостаточно количества специалистов, и с тем, чтобы эти проекты соответствовали международным требованиям. Мы обязательно эту работу методическую организуем на территории Харьковской области. Аналогично мы уже говорили о том, что в Всеукраинской ассоциации районных и областных советов уже создан ресурсный центр, и на сайте Всеукраинской ассоциации районных и областных советов можно ознакомиться с его работой, в том числе и через сайт Харьковского областного совета. И как раз этот проект тоже попадет как раз в пул тех проектов, о котором будет максимальное количество информации, методики для тех, кто хочет принять участие. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Очень правильную работу Вы провели. Огромное Вам спасибо за создание такого центра, потому что даже участие в этом конкурсе, я на семинаре был, нам показывали, это около ста листов, надо заполнить совместно с экспертизами, с проектно-кошторисными документациями и так далее. Не каждый уровень села сможет оформить пакет этих документов, не каждый даже район не сможет правильно оформить документов. И как раз то, что Вы создадите ресурсный центр, который будет заниматься обучением заполнения таких вот заявок и участия в конкурсах державных, всеукраинских, областных, вот это очень большой шаг на пути до розвитку местного самоуправления Харьковской области. Спасибо, Сергей Иванович. Ирина, Вы нас слышите? Можете говорить? Да, да. Уже я могу говорить, так? Вы меня чуете? Чуем, пожалуйста. Доброго дня усім. Я действительно очень рада сегодня побути на таком интересном собрании, хотя мы очень далеко одни от одного. И тем более, что такая историческая подия, побачить подписание меморандума, очень приятно. А именно, и интересно, что расширяются возможности органов местного самоуправления. Хотя у нас маленькое местечко, но мы с радостью принимаем участие в разных программах и очень благодарны за ту информацию, которую мы сегодня услышали. Я благодарна Ирине за приглашение на сегодняшнюю программу и знакомство с такими хорошими, приятными людьми. Спасибо, Лариса. И нам Светлана Саламатова хотела сказать по поводу работы ресурсного нашего будущего центра. Светлана, Вам слово. Да, я хотела бы немножко добавить, что мы начинаем с сентября месяца, с серии Украины, с серии тренингов, которые, я думаю, заинтересуют ресурсный центр. И обязательно у нас будет тренинг проходить в Харькове, тренинг будет по основным инструментам, которыми мы пользуемся в нашей работе, по вовлечению жителей к разработке различных планов. И если Вы будете заинтересованы, мы с удовольствием возьмем человека из Вашего ресурсного центра. Спасибо, Светлана. И мы тогда перейдем к третьему вопросу нашей сегодняшней подвески дня. Это рассмотрим концепцию реформы органов местного самоуправления, учитывая, что у нас сегодня очень много в онлайне руководителей общественных организаций, которые совместно с органами местного самоуправления уже сегодня работают в направлении развития. У нас, Вы знаете, Сергей Иванович Чернов является членом комиссии по разработке этой концепции. Я хочу дать Сергею Ивановичу слово, чтобы он рассказал видение будущего нашего закона, будущей Конституции именно в вопросе развитка органов местного самоуправления. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо, Евгений. Я немножко сделаю только уточнение. Сегодня мы одну из передач уже посвящали проекту концепции реформ местного самоуправления и территориальной организации власти. А сегодня мы хотели переговорить о концепции, или точнее сказать, о проекте концепции изменений в Конституцию. И я как член Конституционной Ассамблеи буквально 21 июня текущего года принимал участие в очередном заседании, где среди всех разделов изменений в концепцию, которая будет осенью рассматриваться для утверждения, презентовался и отдел, касающийся развития местного самоуправления. Хотел бы также отметить, и я об этом говорил уже из средств массовой информации, что этот отдел, он полностью корреспондируется с концепцией реформирования органов местного самоуправления и территориальной организации власти, которая подготовлена, не хочу повторяться, прошла все уровни согласований и на местном уровне, и на центральном уровне, и Координационным советом по содействию развития гражданского общества, то есть с участием всех всеукраинских общественных организаций, и рассматривалась на радио регионов под председательством президента. И сегодня этот документ обсуждается на территории Украины, и на сегодняшний день более 4 тысячи, по той информации, которая есть в Мингреонбуде, прошло встреч сходов граждан, сессий, конференций, которые единогласно сказали и поддержали как раз необходимость проведения реформы в органах местного самоуправления и реформ оригинальной политики. Теперь что же касается изменений в Конституции. Пока формируется только концепция изменений в Конституции, и раздел, который сформулировал изменения, которые должны быть проведены в органах местного самоуправления, он в первую очередь касается ратификации европейской хартии органов местного самоуправления, и он выписан именно в соответствии с требованиями этой европейской хартии. И глубина реформ, она зависит от того, как быстро мы сможем внести изменения в Конституцию, потому что ряд положений в европейской хартии мы можем реализовать только благодаря изменению в Конституции, и не сможем отрегулировать только законодательными актами. Поэтому такой документ подготовлен, и рабочая группа, которую возглавляет директор института местного самоуправления и государственного строительства, Светлана Серегина, который тоже находится в Академии правов наук в городе Харькове, и это тоже с гордостью говорю, был представлен без шероховатостей и без сопротивления какого-либо членам Конституционной Ассамблеи, и это вверяет опять-таки в нас оптимизм о том, что это качественный документ, о том, что этот документ, который соответствует и требованиям времени, и соответствует европейской хартии, и соответствует сегодня тем заключениям, которые сделали и наши отечественные эксперты, и зарубежные, и в том числе Венецианская комиссия. И мы договорились о том, что до 1 сентября текущего года мы во всей стране будем обсуждать этот раздел концепции и давать свои предложения, и я как член Конституционной Ассамблеи, как руководитель сегодня Ассоциации смогу, обобщив эти все предложения, передать в Конституционную Ассамблею. Мы рассмотрели этот вопрос 8 июля на расширенном заседании президиума Всеукраинской Ассоциации районных и областных советов. Сегодня все коллеги, все без исключения областные и практически все районные советы и, конечно же, автономная Раскубка Крым включилась в изучение этого документа и формирование пакета своих предложений и замечаний, и обобщив их, я, конечно же, их направлю в Конституционную Ассамблею. Задача стоит в соответствии с принятым решением Конституционной Ассамблеи доработать этот документ до конца октября текущего года и где-то в ноябре месяце вынести полный текст концепции внесения изменений в Конституцию на рассмотрение Конституционной Ассамблеи и в случае ее утверждения членов Конституционной Ассамблеи и затем передать ее президенту для того, чтобы этот документ или был рассмотрен в Верховном Совете или предложен был к всенародному, безусловно, обсуждению и направлен для обсуждения через механизм референдума. Я думаю, много позже мы об этом узнаем. Вот самое главное, чтобы на этом этапе мы смогли объединить свои усилия, усилия представительская власть, исполнительная власть, общественные организации, к чему я всех сегодня призываю и прошу, чтобы все изучили этот документ, посмотрели на него внимательно и высказали свою точку зрения, потому что сегодня от нас всех, от каждого из нас зависит, как бы это пафосно ни звучало, но завтрашний день страны, будущая страны и когда мы формируем такие серьезные документы, которые должны жить не один год, а десятилетия, а может быть и больше, и определять будущее наших детей и наших внуков, то в подготовке таких документов должны участвовать как можно больше людей, как можно больше общественных организаций, как можно больше простых граждан, чтобы мы могли услышать каждого, чтобы мы могли донести изменения, изменения, которые необходимы сегодня в обществе до каждого, и только получив такую взаимную поддержку, мы сможем это все реализовывать. Поэтому я не буду сегодня пересказывать текст этих изменений, наверное, наш формат этого и не предусматривает. На сайте сегодня и всеукраинской ассоциации Харьковского областного совета этот документ уже есть, и я приглашаю всех изучить его, посмотреть его и направить в секретариацию Украинской ассоциации районных областных советов свои предложения и пожелания для обобщения, для дальнейшей работы. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. И у нас осталось буквально 10 минут. Я хотел бы дать всем по 2 минуты слово в окончании выступить в нашей сегодняшней передаче. Но сначала мы послушаем наших уже американских друзей. Ирина, вам слово. Очень приятно, опять же, присутствовать при такой богатой и глубокой беседе. Спасибо большое за то, что вы передаете ваши мысли так искренне и откровенно слушателям. И, конечно, мы желаем, что нас слушают не только люди в Харьковском регионе, не в Харьковской области, но и по всей Украине, и перенимают от вас такое же нетерпение и желание доносить свои слова и мысли таким прямым образом. Спасибо вам за это. И хотелось со своей точки зрения поблагодарить Сергея и Евгения за то, что вы являетесь первопроходцами в Украине и, наверное, не только в Украине. И то, что вы предоставляете такую возможность нашим городским служащим, управляющим общаться с нами, с простыми людьми, а также и со своими соотечественниками и жителями на месте в Украине. Спасибо большое. И по поводу, и про нашу сеть, и, да, и про вашу сеть, за то, что существует такая техническая команда подготовленная, которая может нам всем помочь общаться так прямо откровенно в прямом эфире. Richard, if you would please say a couple words before we leave, and it sounds like everybody is wrapping up, if you could add a couple words. I just want to especially thank people for taking a chance. Я бы особенно хотел поблагодарить вас, всех присутствующих сегодня, за то, что вы берете такой риск или шанс. It's always a little bit scary, a little bit frightening to try something new and to reach out to our citizens and ask for their help. We're looking forward to being with, being united with Ukraine. Украина is an amazing, amazing place. Я искренне смотрю и надеюсь на то, что у нас будет объединение между нами, имеется в виду в Миннесоте и Украиной. Украина – замечательное место. And finally, I just want to thank one more time, Sergei, спасибо, the Ukrainian social community for the work you're doing and the gift you're giving to the country, really, and to the regions, to be able to communicate like this. And to us. It's just absolutely amazing. Сергей, и особенно Сергей Сухобоченко, за то, что вы такой подарок дарите своим людям в Украине и для нас открываете новый мир общения с нашими гражданами, когда мы пытаемся такую же работу проводить здесь, в Миннесоте. Спасибо вам. Спасибо, Ричард. Я хочу сказать, что над выпуском трансляции работает порядка 50 человек, которые разрабатывают и наблюдают сейчас со всех сторон Украины и мира. И если мы молчим, это не значит, это совсем ничего не значит. Нас очень много. Это не значит, что вас нет, да? Конечно. Ричард, в следующий понедельник я хочу пригласить мэров штата Миннесота вместе с Ириной как переводчиком для участия в нашей программе, которая будет называться «Краще практики розвитку органов местного самоуправления». Ричард, Евгений, host of this particular программа, is also inviting us to participate, us and mayors, to participate in the program that he's going to be launching. The name of it will be «Беттер-than-practice». And it would be beautiful if we could have mayors participate from Minnesota in that conversation starting next Monday. Мы сразу же пошлем приглашение на такую встречу, как только вы нам скажете больше. Хорошо, мы через Светлану вам скажем. Светлана, вам слово. Саламатова. Спасибо большое. Я хочу вас воспользоваться возможностью и поблагодарить те 50 человек, которые помогают выходу и вообще организации вот такое вот общение межконтиненциального. И спасибо вам большое, ребята, за вашу работу. Я знаю, что вы работаете практически бесплатно, а некоторые из вас просто бесплатно. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие Украины и в развитие вот этого уровня, налаживание этого общения между органами местного самоуправления и общественными организациями. Я хочу обратиться к общественным организациям Украины. Я хочу попросить всех лично, от себя лично, от нашей организации, Институт культурных связей Украина, который работает в 42 странах. Пожалуйста, ребята, подключайтесь в эту встречу. Посмотрите на людей, которые представляют сегодня здесь, в этом эфире местную власть. Это Сергей Иванович, это Кировоградская область, это Олег Засун, это Печенежский район. Пожалуйста, выходите в эфир, позадавайте им вопросы. Они готовы отвечать на любые ваши вопросы. Я думаю, что только вместе, только вместе мы можем сделать какое-то движение вперед. Спасибо большое представителям украинской местной власти. Вы не говорите, что вы транспорентными, а вы просто такими идете. Спасибо вам большое. Я сейчас на экране показываю громадский простер. Это единственный портал в Украине для общественных организаций, который транслирует в прямых эфирах своих для 6000 подписчиков из числа общественных организаций. И все общественники, без исключения, кто подписан на громадский простер, могут присоединиться и участвовать. Там на сайте я оставляю ссылки для подключения к прямым эфирам. Спасибо. Олег Датсун, председатель Печенежского районного совета Харьковской области. Спасибо, Олег Датсун. Я несколько отсутствовал, ввиду технических причин, не слышал бурной, наверное, надеюсь, полемики по этому вопросу. Но подписание этого договора, я по этому поводу хочу сказать свое мнение, расширяет очень большие возможности для международного уже сотрудничества, причем дальнего международного сотрудничества. Я думаю, оно будет эффективным, благодаря нашим стараниям и предприятиям нашему уважаемому Сергею Ивановичу. Открываются новые возможности для общения, для обмена опытом. Опытом всегда полезно обмениваться, потому что всегда есть чему поучиться у людей и всегда есть что свое показать. Поэтому, я думаю, это очень перспективное направление. Оно имеет место, так сказать, быть. И, надеюсь, оно будет жизнеспособным. И мы будем активно этим пользоваться и вовлекать новые структуры и органов местного самоуправления, и громадские структуры для участия в этом, назовем его так, проекте. Спасибо. Спасибо. Сергей Гоменюк, представитель Кировоградского областного совета. Вам две минуты. Дякую. Зазвучай я спостерегаю за такими чатами в Гугле. Это первый раз. Спостерегаю так, что могу быть и участником. Я прямо зачарованный работой асоциации и подписанием этого договора и планами по работе асоциации. У меня просто нет слов, чтобы высловить свой заход. Дякую. Спасибо вам. Перятин, Полтава. Кто там сегодня нам ответит? Вы чувствуете меня? Чуем уже. Это приятно. Уже хоть на этот раз. Честно говоря, я тоже впервые на таком заходе, но у нас до этого была голова. И мы спостерегали только в интернете такие передачи. Но сегодня я безусловно увидела, насколько это широкий проект, и как интересно тут працювать. Можно только по себе думать другого, и попрацювать и с нашей громадской организацией, но еще и по себе думать своих коллег, и друзей, партнеров за кордоном. Очень приятно. Мы хотели бы принимать участие надалее в таких проектах, расширювать свою зону, долучиться до вашего проекта еще, ну и працювать далее и далее. Для нашей громады, для нашего містечка. Спасибо, Лариса. Спасибо и вам. Майору привет. Он принимал, я с ним, в одной из первых передач принимали мы вместе участие с ним. Это было еще пять месяцев назад. И по его рассказу я понимаю, как у вас развивается ваша громада, очень успешно. Я вижу, сзади вас сидит волонтер Корпуса мира США, по-моему, так? Так, да. С которым, да, он недавно приехал. Ну, дай Бог вам счастья, удачи в развитку местного самоврядувания. И заключительное слово, Сергей Иванович, вам. Евгений, я не знаю, нас как-то кто-то критиковал о том, что мы много говорим лестных слов друг к другу. Но, вы знаете, как бы, наверное, общаясь с другом, мы немножечко добрее становимся, как бы, убираем вот тот негатив, который каждый день сегодня обрушивается на каждого из нас, особенно в информационном пространстве. И те вызовы сегодня, как глобальные, которые есть у каждой страны, у каждого человека, у каждой семьи. И общаясь здесь друг с другом, мы иногда находим простые решения, вопросы, над которыми ты очень часто задумываешься, думаешься, думаешь и ищешь пути решения. Они лежат на поверхности, потому что кто-то твой коллега, твой друг, твой знакомый, или в соседней области, или в соседнем районе, а может быть, в соседней стране, а может быть, даже за океаном, уже прошел этот путь. И он готов с тобой поделиться этим. И причем готов поделиться это искренне, бескорыстно и с улыбкой. И, наверное, как бы это очень важно. Поэтому сегодняшний проект еще раз говорит о том, что он первый, но я уверен, что он не последний. И благодаря нашей совместной инициативе, спасибо нашим коллегам, друзьям Соединенных Штатов Америки, спасибо Сергею, спасибо Светлане, спасибо всем, кто принимает участие. И я повторял и буду это повторять. Ведь прогресс, он всегда держится на активных людях. На людях, которые занимают активную жизненную позицию, на людях, которые самокритичны сами к себе, на людях, которые работают над собой, и на людях, которые задают высокую планку и требуют ее, если хотите, даже так сказать, от своих подчиненных. Поэтому я уверен, что в этой передаче именно собираются такие люди, и благодаря таким людям и создается то ядро, которое остановить нельзя, то ядро, которое знает, что она хочет, то ядро позитивного, которое будет излучать эту энергию, и, конечно же, мы победим все то, что нам мешает сегодня развиваться, и то, что сегодня не дает нам изменить жизнь к лучшему. Поэтому я еще раз благодарю, Сережа, хочу, знаю, в каких вы непростых условиях сегодня работаете. Поверьте, ну, потерпите еще немножко. И я, и попрошу своих коллег, чтобы вам подставили свое плечо, потому что, имея только такой проект, ну, потерять его, это, я не знаю, как бы это, даже слова пропали у меня, как бы это будет нашей, ну, ошибкой какой-то, неповторимой. Поэтому, конечно же, мы найдем решение всех проблем, которые у вас есть, если я не хотел бы о них говорить в эфире. И объединившись, мы сможем, ну, расширить и ваши возможности, а значит и наши. Спасибо всем. Спасибо, Сергей Иванович. Дорогие друзья, все, кто сегодня присутствует на нашей видеоконференции, а также все те, кто нас смотрит в онлайн-режиме на сайтах Харьковского областного совета, YouTube, Ассоциации органов местного самоуправления, Ассоциации областных и районных рад, и на других сайтах нашего интернета, хочу сказать о том, что следующая передача состоится в следующий понедельник, в 4 часа дня, с 4 до 5, и будет она под темой «Кращи практики местного самоуправления». Мы надеемся, что к нам подключатся со многих областей нашей Просторной Украины и расскажут о лучших, кращих практиках во всех областях, во всех областях нашей страны. Всем спасибо за участие в нашей передаче. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До побачения. Доброго дня.